Во имя Отца и Сына и Святого Духа Первая книга Библии Бытие 16 глава С 1 по 5 стих Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему У ней была служанка-египтянка именем Агай И сказала Сара Аврааму Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать Войди же к служанке моей Может быть я буду иметь детей от нее Авраам послушался слов Сары И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агай По истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананской И дала ее Аврааму, мужу, своему жену Он вошел, ты говори И она зачела Увидев, что зачела, она стала презирать госпожу своего И сказала Сара Аврааму В обиде моей ты виновен Я отдала служанку мою в недро твое Она увидев, что зачела, стала презирать меня Господь пусть будет судьей между мною и между тобою Я хочу сегодня открыть тему обиды Ну вот кому непонятно, что обижаться не на что было Да не просто так Я Бога в свидетелей призываю, как будто вышли в суд Меньше она не согласна Я докажу, что ты виновен А как он виновен? Ну по сегодняшнему, чтобы подслушался и боится Бога Сказали, подкаблучник какой-то А тогда все было нормально, и это от Господа было Та стала презирать И ее тоже можно понять Обида ни на чем возникла Дальше это будет не просто так Она ее с ребенком выгонит Это по сегодняшним меркам, если все отдать Это вообще никуда не годится Но однако это есть А теперь подумайте, кто на кого обижен Приближается торжество великое А чтобы правильно праздновать Обычай был такой Старобрядцы Обязательно нужно попросить прощения Три поклона К родителям в ноги Прости Христа ради Бог простит, и я прощаю И дальше Помолись обо мне Пресвятая Госпожа Богородица Помолись Ритуал просто такой был Обиды какая есть или нет Я когда кончу говорить А потом мы когда зайдем в трапезную Я прошу высказать мне Все обиды, которые я кому-то сделал Я покажу, что это необходимо Именно так и делали люди Ну я это знаю Поэтому в интернете везде говорят Он не может сказать Он говорит, а доказать еще не может А вы сказали Ну я сказал правильно, что Мощи нужно захоронить Ну почему? Это по-божески В прах ты и в прах возвратишься И когда мы считаем В Священном Писании И в Новом Завете Когда первый мученик Степан был Они большой плащ сделали А потом похоронили его Не стали тем более резать что-то Я жития святых симфонию составил Ну если я насчитывал жития святых Все до одного Нигде этого нет, чтобы разрешали Не разрешали Наказывали, а видимо по глазам определяли А отрезать будут меня И они прятались перед смертью Куда никто не знает Где Антоний Великий Иларион Они уходили Как будто бы вышел из тела И спрятался И больше никто не знает А это вот Чтобы рядом было Легко взять в руки И Ну а Елисеево-то Тело-то Ну и воскресило тело Ну и дальше что? Они стали ему поклоняться? Его нигде мощей-то нету А почему? Все-таки нашелся человек Который сжег его Вот ведь ответ какой Вот это Меня все время Зависит А вы поклоняетесь здесь? Я говорю Вам обиды от этого Видишь что я? Я поклоняюсь здесь Захожу в храм В Москве Мощь Я все Поцелую там Через стекло Как положено Ну и А как смотрите? Похоронить надо Захоронить По-другому нету И Бог спросит Только так Как написано Ну и как люди придумывали Тем более резать Как Дьяком все о Руси говорит Нано-технология началась Хоть Хоть чуть-чуть Вот я приехал К нашему епископу Там Ну и Большой такой Как сказать Я не знаю там что это Ящик сказать Или Ну под стеклом И мощи-мощи-мощи-мощи И до чего только додумаются Горно Вот На Болтайске Поехайте Я там был Мощи Младенцев Которых убил ирод В первую очередь Никто к мертвым Не прикасался Без нужды Человек оскверненный Второе В то время Никто не почитал мощей Какие мощи Сумели достать Обман 100% Мощи Вифлеемские Младенца А как Так мы все как проделали Картина Икона большая Голова Ребенок Валяется То есть это подобие аборта Оу Тут все понятно Она идет У нее уже не один И Вот такое дело И там Столпотворение Буквальное Я был сколько раз Никуда нет Такой есть Священник Отец Андрей Ткачев И он прямо говорит Обыкновенный День праздник Но праздник воскресенья Это высший праздник Христос воскрес Половины нету Но привезли мощи Матроны Весь город Пророк Пророк Илья Признают Такого-то числа Нельзя работать Но придет вам этот Грозный пророк Поотвинчивает вам голову Вот это я его слова Дословно перевожу Он очень грозный Не надо заходить За пределы грани Который дал Господь Вот здесь Самая главная обида У нас может быть На тех Которые Священное Писание Спрятали 900 лет На Руси Христианство И Библии нету И Евангелия нет в народе Люди вообще Ничего не знают Наша семья религиозная Я знаю Что такое Воздвижение креста Воздвижение Отец говорил Сдвижение То есть Лягушки Мыши Змеи Идут на покой Избегаются Покров Земля покрылась снегом Ну определенно Все К сельскому хозяйству Обида внутри Как так Я бы не в 23 года Так пришел А раньше Евангелия то не было Я в руках не держал Что сказали И при том Все абсолютно Объяснялось Какие праздники Есть Но все они Встретили Ну встретили Мы знаем Кто встретился Встретилась Начинает таять Уже как бы Итак Если я имею обиду То имею обиду Так На то что Не дали раньше Прочитать Евангелие Я 23 года без него жил Как вспомню Ужас берет А этого бы не было Ничего Когда попала В руки Через 5 минут Я уже был другой Итак Сара Напрасно Обиделась Если бы она была Здесь Вы бы Сестры Встретились Сказали Сара Мы так посчитаем Те Ну какая же обида Он же не крадущий Сделался Не в поле Встречался с ней И она бедная Переживала Ночь Зачнется Она дала для этого Потом страдать И она ночь Страдала Как у него там Дела то идут Отдельно В другом шалаше Было Или это Палатки были Мы можем только догадывать Но главное что Тата поняла Все неправильно Даже как начнешь думать Сколько у нас обид Государство на государство Что то не додали Власть не такая Царь не такой был Везде На священников обижаются Друг на друга И главная вина Падает на женщин Вот По священному писанию Я говорю Так написано Вот доказательства Где Итак Бытие 21-23 Смотрите Если бы я сам считал Так еще мысль могла Мелькнуть Правильно Я постоянно повторяю Брат Он не знает Где открыть Он только первый раз Видит эту закладку И вы поверьте На 100% Считает правильным И на 100% От Духа Святого Вы слышите Что за обида 21-23 И теперь поклянись Мне здесь Богом Что ты не обидишь Ни меня Ни сына моего Ни внука моего И как я хорошо Поступал с тобой Так и ты будешь Поступать со мною И землею В которой ты гостишь Расставаясь Думали Как дальше Это не обидеть Потомки будут Расти Они знать Ничего не будут Нам постоянно Даже Потеряю Вот вас Батюшка не будет Как будет Я говорю Да Бог знает Может еще лучше будет Мы стоим Тут уже привыкли Притерлись А новый человек Убей Что-то делали Может не так Итак Слово обида Встречается 27 раз 16 раз В Библии В Ветхом Завете 11 в Новом Вот мы считаем Евангелие от Луки 19.8 Евангелие от Луки Я не по порядку беру Потому что Несколько дней готовился Новые материалы Брал Находил И поэтому Разброс идет 19.8 Закхей же став Сказал Господу Господи Половину Имения моего Я дам Нищим И если Кого чем Обидел Вас дам В четверо Почему В четверо Вот интересно Объяснить Нищим Я должен догадываться Если быка Украли Вала То заплатить 5 быков надо А овечку С двора Увели 4 Я стал думать Овечка Куда она годна Никуда Только что На мясо На шкуренную шерсть А бык На нем Пахали Это техника Это трактор Все на нем было И молотили И ездили Из леса Привозили Другого нет Видимо Ввиду того Что нанесен Ущерб И в деятельности Тогда 5 быков Заплатили И вот он говорит По малой шкале Если я кого Обидел Это обидел Это не богач Который судил Матеря Нет Это человек Который По хвалу Получит от Господа Кого чем Обидел И речь идет Воздать Не просто Услышали Что я плохо О вас сказал Не об этом А обидел То есть взял А он Налоги были А налоги любят Везде брать Я как-то тут Налоговой был Вызвали туда Вы же православные Да А сколько с вещей продали Понятия не имею Мы не продаем Как не продаете Они из кабинета В кабинет Забегали там Держат меня Подождите Там еще пошли Справляться Ну вы же православные То есть У православных И нет торжища Это вообще нет Видите И отпустили меня Конечно С огорчением И с обидой Что ни рубля Не могли взять У нас нищего брать Итак 19.8 Говорит А Кого обидел Воздать в четверо Вот если Половину имения Раздам А теперь Кого я обидел Вы не бойтесь Поднимайтесь Приходите Я вот взял Что-то Да в четверо Воздать-то Ведь он пошел нищий Это и так понятно Если кого обидел Надо дать четверо Да половина Даже не рассчитаешься С кем То есть Мы прикинем к себе Чтоб с нами Этого не было Деяния апостолов 18.8 Глава С 12 По 17 Стих Между тем Во время Проконсульства Галеона Вахаи Напали иудеи Единодушно На Павла И привели его Предсудилище Говоря Что он учит людей Чтить Бога Не по закону Когда же Верующие 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 И обиды Возьми Возьми Так это Не православные Не православные Я ему Я ему Когда написал Поставить В обвинение Я говорю Это же Это же не давно Было В 1986 Году И так Я вознам Четверо Нет никого И все Спор заканчивался Вторично В суд уже Не подавали Это нельзя было Вот когда брали Вот у русских Было Ну может Все не знают То он кричал Там Какие-то слова Два слова Кричали Там Суд и дело И его наказаны Ведут Он закричал Все Все палачи руки Опускают Теперь Только император Будет разбираться Но если он там Не докажет Значит Черт вертовать Тебя будут Вот были слова Такие И там были Такие же слова Я римский гражданин Римский гражданин Ты сейчас Счастник Сразу Я за большие деньги Купил Да я родился В этом гражданстве Видите Какие правила Говорят Да власть не нужна Мы сами Власти нет Ты дня не проживешь Какая бы власть Не была Молись Власть Наблюдает за порядком Да власти никакой нет Я говорю А поезда Иду сегодня А куда не делюсь Вот и все Когда Железная дорога Зарастет травой Тогда власти не будет Есть определитель один Не эта дорога Железная дорога Главное Что соединяет То есть Возьмем то Что люди уже Для себя имеют Римлянам Первая глава 28-30 стих И как они Не заботились Иметь Бога В разуме То предал их Бог превратному Уму Делать Непотребство Так что Они исполнены Всякой неправды Блуда Лукавства Корыстолюбия Злобы Исполнены Из зависти Убийства Распри Обмана Злонравия Злоречивы Клеветники Бога Ненавистники Обидчики Самохвалы Горды Изобретатели На зло И послушно Родителям Видите Сколько перечисляется Обидчики Это как профессия Какая То есть он Обругает тебя Обвинит Или что-то Обидчики Это специальность Такая Особенно Сегодня распространенная Повторяю Что сегодня Власть Круто взялась За это дело Круто То есть очень сильно Знаете Обман Называется фейком И когда то Что там делается В другой стране И не подтверждается Сказали До 15 лет Срока И там Такие суммы И уже четверо Попали под обвинение Один был Здесь гордился Кажется Уже Никого не признавал Богохольничал Я говорю О человеке Который известен Назову даже Невзоров Александр Глебович Я его 32 ролика Разбирал Он был когда то В семинаре Огорчился Отец там Или кто был у него Генерал майор Шелев КГБ И он видел Как покупали Подкупали Этих священников И как они Теперь другу Он все знает И был на днях В Израиле И стал говорить Вот там то бомбили Там ребенок валяется На своих то Ему сразу Обвинение Туда послали Снимок Который Вы объясняете Он 5 лет назад Был сделан То есть Он даже И он теперь стоит Домой ехать Или не ехать На ручке Не посмотрит Что он такой знатный Что он там Режиссер Там писатель Это не имеет значения Закон для всех одинаковый Поэтому будьте осторожны А что делать Ничего не делать Вот это самое главное Сидите спокойно У нас написано 30 глава 7 стих Ваша сила Сидеть спокойно И молитесь О чем молитесь Господи Если возможно Дай мир Добавляйте Если возможно Потому что Кто-то Является Бечом В Божьих руках И проклят Ту меч Удержит от крови Иеремия 48.10 Не попадите Под эту статью Чтобы она не ударила По нам Мне каждый день Запросы делают Почему не говорите Я выставил 2-3 ролика На эту тему Мы можем только молиться Почему вы молчали раньше Когда Ну другие города Луган с другой С той стороны долбили Сколько убиты А почему вы не берете за это И поэтому Просто Обратите на себя внимание Прежде чем кого-то судить Обернись Что ты вчера делал-то Почему тогда молчали А сегодня такой вопль И так молимся И обиды Ни на кого не держим Обида Запомните такое слово Не христианское дело У нас есть люди Которые Без обиды Жить не могут Обязательно найдет На кого обидится Дверь открывает Там Старит у двери Ну по неволе Сестра открывала Задела ее дверью А ты меня ударила Дверью Ну я тебя из-за двери Не видела И все Их нету Они ушли На каждом шагу Где-то за что-то Как-то Вот написано Обидчики То есть Они обижают людей Слово обида Не христианское Запомни Не в семье Не на мужа Никого Не на соседей Не обижайся Господь да Будет с нами Второе Коринфянам 7.2 Теперь апостол Павел Как он Коринфянам писал Слово обида Сегодня Главное Рассмотреть Во свете Библии Вместите нас Мы никого Не обидели Никому Не повредили Ни от кого Не искали корысти Корысти То есть Выгоды Какой-то Ну если вы Что-то имеете Сказать надо Павел Открыто Говорил Я на тебя Имею Нет Шнурка не взяли Как Самуил Говорил Когда он прощался И говорит У кого я что взял Полное молчание Ну что-нибудь Хотя бы Ремень от обуви Никого нету Итак Вы сами Выпросили себя царя Я не виноват Я говорил Вы отвергаете меня Отвергаете Бога Прося себе президента Попутно скажу Когда Два года уже назад Помните Голосовали За изменения в конституции Я никогда Не хожу на выбор А тут пошел Потому что Не человека выбирать А дать Согласие Я разговаривал Со своими Даже Которые Идет Я говорю Идешь А зачем Ну может Что-то дадут Для этого Они все затевают Миллиарды людей Тратят рублей Тебе что бы дать А они теперь Могут Любую статью Конституции Изменять Ты думай Тебе этого не хватает Мне вот так хватает Свобода В Россию Европу проехали Книги Храм открытый Отдельно Община Какая тебе еще Свобода Мы это не можем Использовать Пошли А я написал Почему Что мне этого Вполне достаточно И проголосовал Впервые За 60 лет Не за человека А за то Что были Благоразумны Конечно Там могут Подделать Ну и все Приняли А теперь Которые Видят Что Вы голосовали Чтобы изменяли Теперь и сидите Недостаточно было Так как раз Удовлетворяло Нас во всем Она была По римскому Праву Устроена Конституция Учитывая Наше мнение Сегодня Никто тебя Не будет спрашивать Что захотели То и сделали Кто с нами Советовался Что сейчас Идет Такая Чтобы нас Сделали Противными Всему миру А может Благодарны будут Не будем Делать выводы Не держа обиды Ни на кого Конечно Главный В стране нашей Он сегодня Нуждается В особой помощи Мы просто Усилили молитву И ночью о нем Ну знаете Я говорю о ком Мы ничего До конца Не знаем От многое сокрыто Но будем молиться Потому что Буквально Со всего мира На него Лавина идет Сейчас Даже Трудно Последить Границу Чтобы кто Сего не говорил А вы его Почитаете Мы молимся Мне дано повеление Молиться За царей За начальствующих Патриарх Сказал Одобрил Это действие Якобы Там и не так Было выразено Литва Литва Отходит Которые Украинские Были Там тоже Заявляют Поминать его Не будем Значит Вот ваше Поминание Наоборот Нуждаются Они в молитве Это не деньги Платить Ты в молитве Скажи Господи Я не знаю Но ему Так трудно Сейчас Сжалься над ним Сделай так Чтобы обрешить Его Игорь Я подсказываю Как делаю Сам Мы усилили Сразу Всем сообщили Батюшка Сказали Температуру Сейчас Уже Лучше Стало Буквально Весь интернет Сразу Стали Молиться За него Услышал Взялся Не забывай Вы тоже Смертные 12.10 Второе Коринфянам Посему Я Благодушевствую В немощах В обидах В нуждах В гонениях В притеснениях За Христа Ибо Когда я Немощен Тогда Силен Я Интересую Слово В обидах И он Как Благодушевствовал То есть Ничего Не брал Отсюда Это не христианское дело Павел Обязательно Бы Постарался Что-то Ликвидировать Да никак Махнул рукой У русских Такая пословица Есть Наплевать Да забыть Как будто Ничего нет Господь Любит нас И он знает По силам Дать нам Что-то Один святой Сказал Без испытания Я не спасусь Просить испытания Не выдержу Не знаю Еще Только ты знаешь Когда и что Мне дать Научитесь Так мыслить Мне вчера Только задали вопрос Этот Почему Верующие Мужчины Которые верующие Они как будто Молодеют Под старость А женщин Такой вид У ней Ну почему Да ко мне Главное Кого тут смотреть То не на что А вы всегда Веселые Ну это Другой вопрос А как Почему Я сразу Привожу По Устовскому Константина Константинович Он говорит Отцу К отцу Обращается Папа Почему мама Ну прямо Светлее делает А ты скажем Темнее Темнее У мамы Встреча со Христом С чем она жила А у меня кроме могилы Ничего нет Сын мой У меня нет веры Я не могу ее взять Итак Услышал даже Вот это Выражение Писателя Довольно Хорошего Возьмите для себя Никогда Не держите Брань на вороту Не висит По газоркам Другая Ну ушло И как будто Никогда не было А помолись За тем Кто хотел Это Галатам 4.12 Скорбное Послание Люди отступили Буквально От Христа И Павел им Пишет Прошу вас Братья Будьте Как я Потому что И я Как вы Вы ничем Не обидели Меня Все просто Будьте Как я А я буду Как вы Все Разнощения Ушли Я не держу Обиды Ни на кого Прощаюсь Потеряю Я каждый раз Прошу прощения Да что вы Прощаетесь Доле Не знаю Может быть Осталось Только вдохнуть А уже не выдохнуть И поэтому Оценим То что нам Бог дал Оглянитесь Дома вокруг Посмотрите Там ушний Такой Самый лучший Которого Бог для тебя Нашел Ты же Верующий А у тебя Нету Да он Развелся Это благо Ты свободна Ты как Пташка Словно Пташка Свободная Была Поют На свою Беду Тебя Повстречала И забыть Как не старалась Не могла Вот оно И есть А ты Христа Помни Ни на кого Ничего Дети Не такие Это твои дети Да мне некогда Было заниматься Твое Главное До четырех лет А у нас За четырех лет Бабушка Пускай водится А бабушка То и вас Потеряла И внуков Она ничему Не научит Вы просто Для себя Берите Это Научитесь Разгладьте Эти морщины И скажи Господи За все Благодарю Это самое Лучшее Что я могу Понести Слышали Может рассказ Когда человек Стал роптать На скорби Ему показано Было стоять Кресты Ну бери Любой Он подошел Вот этот Красивый взял Не мог Звинать А что это А это Президента Там или Патриарха Это у них Такой Ну слава Им какая идет А какая тяжесть Он говорит Я как раб На галерах Слышали Кто это сказал А этот Подошел Такой Я беру Беру этот крест Попробовал А он из рук Бываливается А что это Такое Ну это Архиерея Вашего Это так Трудно Он пропитан Владом Наконец Нашел И материя Закрыта Он не знает Подошел Во всех Пошел Так как раз Можно снимать Снял Так это Мое есть Твое есть Вот Это рассказ Но он По сути дела Показывает По мере Моей По моему Воспитанию По моему Росту По моему Образованию Мне как раз Такое испытание Дает Какое надо Ни больше Ни на одну Йоту Откровение 11.5 Давайте Откровение Заканчиваю На следующий день Стану сказать Еще Нашел Опять Тежным путем Приходится Открывать Так И если Кто захочет Их Обидеть То огонь Выйдет Из уст Их И пожрет Врагов Их Если Кто захочет Их Обидеть Тому Надлежит Быть Убит Их Научить Здесь не обижать и не обижать. Это два разных слова. Считаем дальше. Левит 19.13. Вот обида мы прочитали. Теперь слово обижать еще 32 раза в Библии встречается. Левит 19.13. То есть наставление какое к обиде относится. И за что обида? Конкретно Бог в обиду это зачитет. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Есть люди, которые берут взаймы и не отдают. Это вот сюда попадает. А у вас брали, не отдавали, были, но... Помолился, он никому не отдает, а мне отдал. Это дело Божье. И поэтому узнай, нужно давать или нет. Я побеседую с ним. У меня на работе, когда я там работал, 32 человека брали взаймы деньги. А я сторож, самая минимальная. И ко мне все подходили. Один подошел, я просто говорю, чтобы обиды не было на это. Он, мне взаймы надо, тетка умерла, а то другое. Я говорю, вон идет надавщица, у нее спрашивали. Спросил, никто не дает. Она идет обратно, я говорю, ну зайди сюда. Зашла, так, деньги есть, а сколько вам надо? Я говорю, тебе ответили нет, а мне спрашивали, сколько надо, почему? Вот и вопрос. То есть, тебе не будут давать, ты брал и не отдавал. И мне не отдавал долго, а пришел я, не даю пока, пока не отдашь тот долго. А тот отдал, тебе черная метка, больше не подходи. Мы договорились на месяц, я не беру проценты. Милостивый Господь, научи нас не обижаться и не обижать. Это может в одном человеке быть две должности. Сам столько нахамит и ни во что поставит. Но если услышал о нем, кто-то сказали, там, должен не так. Тут попробуй, до суда дойти может. Итак, 25 глава, с 14 по 17 стих. Левит. Наказы. Это как Конституция тогдашняя была. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену. Ибо известное число лет жад он продает тебе. Не обижайте один другого Бойся Бога твоего Ибо я Господь Бог ваш Доверься Ну а зачем я Господь Бог Я хранитель Бог Я разберусь в этом деле Господи да будет воля твоя Очень хорошие слова И поэтому то что события сегодня совершаются А вы на какой стороне да будет воля его Опусти глаза и больше не говори Да будет воля твоя Без нашего мнения без нашего голосования Бог устроит как ему угодно Я говорю о том что здесь написано Определенно Последнее слово призывает Бога В помощь тебе Никогда и нигде не старайся удержать Эту если она обида подойдет Даже ввиду Проверь себя я знаю что есть люди у нас Которые обижаются на кого то А расстаться с этим может не представиться Возможно если последний раз мы слышим Я целую тему посвящаю обиду Обида больше всего на своих Близкие которые И по работе там вовремя не заплатили Ну чего ты ко мне не пишешь что делать Прости Прости и помолись И тот к ему на дом приехал Предприниматель отдает деньги Вообще не отдавал там полгода не отдавал Ну понял ты нет Да у меня больше не надо Его не поминай Скажи что он хороший У тебя будет Он услышит Ему приятно это будет Да у него дело разваливается Но он вызвал Вызвал деньги и пришел к тебе Я с ним переговорил И он пошел отдал Отдал Я могу столько примеров Показать в сегодняшней жизни Что нас окружают люди Какие они добрые Как они нашу немощь терпят Мы сами то себе Не то что не нравимся Едва переносим Второзаконие 28-29 Второзаконие означает Первый закон потеряли Теперь те примерли Кто был старше 40 лет Все умерли А кому было 20 лет И ниже От них новое поколение Им теперь второй закон Бог дает Второзаконие 28-29 И ты будешь Ощербью ходить В полдень как слепой Ощербью ходить В потьмах И не будешь иметь успеха В путях твоих И будут теснить И обижать тебя всякий день И никто не защитит тебя Вот чего надо бояться Когда мы обижаем кого-то Молитва преграда И обида стоит на одном месте Да мы не знаем от чего Переноси это Иначе другое будет еще хуже Надо может быть было лечиться Тут в каждой больнице ходить А я думаю начну от этого лечиться А другой это я не вынесу А это я перенесу Даже здесь это нужно решать Дом какой посмотрел себя Кем недоволен А другой это еще хуже будет Как монах Характер такой 13 на острове 7 человек за него 6 против Он не выдержал это Переплыл на другой остров На наших русских Там тоже 13 Но теперь уже 7 было против него На одного больше Ничего не надо Ты только говори Господи Я переношу это Я благодарю А если что-то другое Увеличь мои силы Считаем дальше Псалом 102.6 Как он обижаем был В своей жизни Этот пророк Псалмопевец Мы считаем об этом Господь творит правду И суд всем обиженным Вот кого А как Бога У Бога имя есть Разные имена Но Бог сирот и вдов Златоуз говорит Ты осталась одна Не вышла замуж Что другое Какой у тебя защитник Тут муж у тебя Не написано Что замужняя И ей Бог ее именем занят Бог Сирот и вдов И вот они все Под непосредственным Прикрытием Самого спасителя Я Златоуз это подробно Разъясняет Свою участь Рассмотри в этом свете И ты увидишь Как тебе хорошо Ты не отвечаешь Помогла кому-то Поводиться Какой он будет Мать отвечает На суде Божьем И поэтому Кого можно Завидеть Чтобы С детьми Водители Которые Очень хорошо Веруют в Бога Не теряйте Драгоценное Времени Пока ребенок Маленький Начинает Жаловаться На детей Столько Жалоб идет А где же вы были Ты же его Под сердцем Носила Он в своем Доме рос Ты кормила И поила Я кормила И поила Да А второй вопрос Почему другом Не стало Я потеряю Доходил Прихожу Дверь заперта Значит спят Прихожу Через 20 минут Нету Уехали А когда же Молитва была Ребенок Не поднимается Вместе Поднялся Ну ты иди В другую комнату Помолись Ребенок С просона В другой комнате Вы еще смеетесь Что ли Да ты подними Его Помолись С ним А потом Пусть опять Ложится Если нет Общей молитвы Нет церкви В доме Нету ее Подними Всех до одного У меня студентки Жили на квартире Когда-то Сразу долго Встаем в одно время А дальше как хотите И у нас Никогда Конфликтов Ни в чем не было Молитва Вот что объединяет С женой можешь Как угодно Обращаться Думают А на самом деле Говорит Чтобы она была Расположена Чтобы не было Препятствия в молитвах Вот главный Такой Нигде Если Препятствия в молитве А молитвы нету Все распалось Хотя бы Жили вместе 104-14 Целом Давид нас многому Научит Он перетерпел Несправедливых обид Никому не позволял Обижать их И возбранял О них царям О целом народе Они Передвигаются Иудеи Шатрами А те говорят Догоните их отсюда И вдруг Ночью ему Видение От них тебе Большая польза Будет Это люди Я уже знаю Какой сон бывает И они их не трогают Бог над ними Бодрствует Вот говорят Да какой он Авраам Живо отняли Он говорит Да ладно Иди к параону Мне легко Легче будет Какие слова Он говорил Он предатель Жены Золотовый Говорит Не знаете Что говорите Это дикий народ Египтяне Походливая И он его не задержал Они бы сразу Его убили И забрали А теперь Тронул я параон Нет Поразил весь Египет И параон Что ты наделал Ты сказал Сестра Я же не знал Сестра Она и есть Двоюродная Мне Но вы же Обрали не поэтому И он его там И рабынь дал ему И чего Только не дал Только поскорее Уходи отсюда Чтоб большую беду Опять не нажить Вот обида Как Что в первую очередь Не допускай А второй раз Не держи Третье Можно сказать Не наноси никому Так 145.7 Творящего суд обиженным Дающего хлеб Алчущим Господь разрешает Узников Вот что он делает И обиды погасит И из тюрьмы Выведет Узников Выводит Он Мне даже Все вспоминая Как было Я уж неоднократно Об этом говорил Когда человека Берут По какой-то Политической статье Ему там Дают и дают Вот как сейчас Тот Лутьян там был Этот навал Ему сейчас Суд прошел Девять лет Добавили еще Там С властью Так не разговаривали Девять Тем Которые были Ну Нашли Еще что-то Там Где-то Деньги Разворованы Не в этом Дело Дело Что там Бог Я каждый день О нем Молюсь Открой ему Глаза Какую пропасть Вырыл он Перед собой Языком И туда Людей зовет И у кого сердце Поворотится Сделайте так Потому что Его многие Знали Смотрели А тут Жизнь ему дали И он Ничего не знает А вы бы сказали Сказал бы Боге Успокойся И Господь Силен это все Снять Амнистия Какая-то Ради праздника У него нет И только дальше Наворачивает И наворачивает Мы молились И как Господь Сделал Я сижу Еще полсрока Нет сидел В это время Решение Президиум Приходит Наша статья По помилованию Амнистии Ничего не было По помилованию Главному свободу А дальше А дальше Будет реабилитация Вот так Я в этом году Благодаря сестре Нашей Львову Николаевну Она Меня водила Везде Я отнес Благодарность ФСБ Как со мной Обращались По делу И попутно Сказал Какой-то знак Они сделали На моем деле И когда избивали Всех Меня сразу Ты иди туда Там в красный уголок Посиди Меня пальцем Никто не тронул Хотя в красном уголке До уровня головы Крови стены Были залиты До меня еще Это Бог делает так И даже тот Который как зверь Считался Рор Режимный оперативный Работник Майор кажется был И то он как-то На меня чуть не кинулся А кто-то по-своему Сказал Он сразу тебя опустил То есть Приехал специально Майор Из центрального города Джамбула И сказал Не прикасаться Потому что МГБ меня ввел Московской КГБ А перед этим Они спокойно идут И поэтому Что я пошел Там после Жаловаться на них Мне все с рук сошло И лагерь расформирован Ему не стало Вот как Бог делает А я сказал Я буду жаловаться На вас Но сначала Пройдите к начальнику Лагеря Я ему сказал Я иду В центральный комитет И буду жаловаться То есть Открыто надо делать Не за углом Он говорит Ну Раз так Домой езжает Меня одного не отпускают Капитана дают Чтобы меня сопроводил До дома Ехать Машиной Поездом Я говорю Я сам доеду Потом я найду И отблагодарю его Видите Я рассказываю Себя Потому что Я испытал это Я не знаю Как завтрашний день Меня воспримет А Бог А Бог это все делает И вывел И по ветру Но так как бороды Не было бритой Я не ходил В храм Священники на дом Приезжали Пока не отросла борода Я скверненный был И не вылазил из дома Благодарю Бога моего И дальше Притча 22.6 То есть Я на практике Делюсь Чтобы не подумали Что Об этом говорит Павел Там более 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 был Все Поэтому Это опыт Передается Я доверялся Богу И Бог так сделал Притча 22.16 Кто обижает бедного Чтобы умножить Своё богатство И кто даёт богатому Тот обеднеет Видите Как опасно обижать Обеднеешь На какое отношение Иметь к заработку К производству Да я бизнесмен Считай Не просто убить его Просто обидеть где-то И Бог уже против тебя будет Далее Иеремия 22.3 Так говорит Господь Производите суд И правду И спасайте Обижаемого От руки Притеснителя Не обижайте И не тесните Пришельца Сироты И вдовы И невинной крови Не проливайте На месте Семь Два раза Слово обида Не обижайте Вот начальник Который Где-то Люди подчиняются Никого не обижайте Самая большая Справедливость Нужна на суде Потому что дальше идти некуда Перед судом И президент Склонится Не считая Когда амнистия будет Итак Если мы это поняли То нужно сказать Господи Милость Твоя Еще над нами Чтобы нигде Не обидеть Это Бог Их защищает Нам их не победить Кого обижаем Еще посмотрим Лука 3.14 Еще место 4 И все Спрашивали его Так же и воины А нам что делать И сказал им Никого не обижайте Не клевещите Довольствуйтесь Своим жалованием Вот и все Я пришел к выводу Когда судился Что судьею Там юристами Может быть только верующий человек Не важно кто он Баптист, католик, мусульманин Который ждет суда Божие Вот как А остается сейчас проверить Так Убрать их оттуда Какой-то хохлоп Где-то он попал Какой-то там И его спрашивают Какая вера А он свидетель был Видел Он говорит Я коммунист Ну в Бога Так как Не верю Не веришь Вычеркнули Свидетелем ты не можешь быть Вот как государство других Свидетель Раз Он не боится Что угодно может сказать Свидетели Безбожники не берутся И не должны быть И ни судьей И никем Он не должен быть То что решается Жизнь человеческая Это мое убеждение в этом Согласно Слову Божию Первое Коринфянам Шестая глава Седьмой Восьмой стих Шестая глава Седьмой Восьмой стих И то уже Весьма унизительно Для вас Что вы имеете Тяжбы между собою Для чего бы вам Лучше не оставаться Обиженными Для чего бы вам Лучше не терпеть Лишения Но вы сами Обижаете И отнимаете И при том У братьев Ну это такое было Апостол Павел Говорит Идете к судям Судьи неверующие Неужели не можете Вот так вот Собрание у нас такое Ну подними этот вопрос Ну и Можно проголосовать А можно и без этого Ну ты сам видишь Как это дело складывается Какая его вина А этот человек Там сказал И что это значит Ну ты умрешь Все сгорит Главное Это то Чтобы мы Перед Богом Были очищены И со мной поступи Как я Прости долги наши Как и я Прощаю Должникам нашим А должники Бывают и в обиде Не только в состоянии Такого Первый царь 12.3 Еще три места Первый царь 12.3 Вот я Свидетельствуйте На меня Пред Господом И пред помазанником его У кого взял я вала У кого взял осла Кого обидел И кого притеснил У кого взял дар И закрыл в деле Его глаза мои И я возвращу вам Это говорит человек Наделенный благодатью Духа Святого В Ветхом Завете И говорят Вы сделали Теперь Самый опасный шаг Вы отвергли церковь Они не отвергли Но только Отвергли Самуила Дай нам Как у других народов Ну какой это пример Ну и что они народы С этими президентами ставят А он никакой У него ни должности На этого не было Он может был Какой-то клоун Или кто А его могут поставить Такое же было И у нас на Алтае И сохрани Господь Почему же Богу-то Не доверить И что-то решать Ты скажи А как в Писании Говорится У нас как-то спор был И хозяйка Ну никак не ладится И она зашла Священно поставила А вы братья в Библию Посмотрите Что про это написано Все Вопросы все закончились Открыли Вот ответ И он прощается С ними Своей пастой Со всем Израилем У кого я взял И не отдал Это очень важно Взял и не отдал Это ущерб Нанялся за столько Ему не заплатил Вот все это Почти на первом месте Стоит Не заплатил Вовремя Дальше 20 глава 34 стих Первый стих И встал И она фан И застала В великом гневе И не обедала Второй день Новомехича Потому что Скорбела Давиде И потому что Обидел его Отец его Отец Саул Его Господь избрал Он на одну голову Был выше всего народа Какой красавец А как получил власть Его никто не знает А то он или нет А его сын С Давидом взял Содругом И уже договорился Как он придет Хватайте его И убить А он его предупредил Узнал про это И Давид бежал Место этого Пустое оказалось Он сказал А где этот Его нет И отец на него И он разобиделся И на отца Хотя когда они Будут убиты На битве Давид скажет Какие вы были Неразлучные Ненагласные Это все забыто Действительно Это был хороший сын его Но в данном случае Дружба С Давидом Превозмогла Когда они прощались И плакали оба Но написано Давид плакал больше Даже это Подчелкнуто было Он не любил Ни жену Никого Так как этого человека Царского сына Еще Филимону 1.18 Там одна глава Филимону И убежал А это теперь Павел говорит Я в вузах родил его Ему говорит Если он должен Что своробал Считай на мне Я придурно считаюсь Я уж не говорю Что ты самим собой Мне должен У меня будет Получал Узнает Узнает и жалуется Привозится и все Солнце будет Солнце будет сиять А грешник Выйдет Как головня Так толкует Ифрем Сирин Это место Пророка Даниила Господи На мужчина С никого не обижаться И прости Всем И мне Чтоб все простили Кого я обидел Мне сегодня Вы скажите Когда будем там Богу славу Спаси Христос Веки